добрый день дорогие друзья вы на канале план сибирских цветочниц сегодня я хочу вам показать одно из любимых моих блюд это мясная закуска сразу скажу что это блюдо я увидела наверное два года назад если не три нас на канале известного блогера кулинарного люда изи кук я даже не помню как она называется но что-то что-то такое с мясной тематикой и с холодными закусками связанные я его немножко адаптировала под себя не принципиально но адаптировала если кому-то интересен исходный вариант поищите пожалуйста на канале у люди языку посмотрите на это чудо это блюдо это холодная закуска из мяса из сочного сочного мяса промаринованного для это мясо очень похоже на холодный шашлык вот то есть она может служить и основным блюдом конечно же может служить закуской очень быстро делается хорошо хранится нравится абсолютно всем я вас уверяю я готовила его на даче несколько раз и я не знаю почему я летом вам его не показала но честное слово не знаю вот потому что но блюдо настолько расхожие то есть вот в любой компании везде она разлетается просто вот он исчезает буквально за минуты вот и как правило всегда спрашивают рецепт поэтому вот я рецепт выложу и всем сейчас покажу как это готовить готовить несложно недолго у всех получится у новичков у опытных хозяек получится абсолютно у всех вы будете рады тем более что можно ли очень легко это блюдо адаптировать под свой собственный вкус и я думаю что его можно подать на праздничный стол что еще нужно сказать вот это блюдо оно может быть абсолютно разных вкусов но базово мы берем только свинину не пытайтесь брать курицу или баранину только свинину лук мы берем обычный просто белый обычный лук не салатные не красные не фиолетовый просто обычный а вот специями мы можем вкус сделать совершенно разный смотрите если вы возьмете как у меня специи кориандр перец узко сунели вы получите вкус такой острый кавказский такой шашлычный если вы возьмете специи более русские там петрушка чеснок черный перчик или белый перец вы получите вкус более мягкий нейтральный а если вы возьмете например паприку розмарин мяту вы получите вкус такой более средиземноморский что ли и он будет мягче интереснее и возможно что он будет для вас необычный поэтому подбирайте вот только под себя подбирайте то что вы можете что вы любите важное дополнение мясо мясо обязательно должно остыть в том же бульоне в котором мы его варили когда она получится сочным сейчас мясо нужно нарезать нужно очень тонкими кусочками то есть не самыми тонкими из тех которые вы нарезать можете в принципе то есть нужно чтобы она держала форму мясо будет пропитываться и поэтому кусочки будут очень очень сочные обратите внимание видите цвет мяса немножко розовый очень важно не переварить чтобы она не стала сухим если у вас вырезка можете резать прямо вот такими кусками если у вас какая-то другая часть можете резать чуть поменьше но мне нравится именно вот такая нарезка начинаем готовить маринад нам нужно 3 ложки примерно лимонного сока у меня это концентрат то есть консервированный лимонный сок 2 ложки воды вы можете взять натуральный сок кстати можно поэкспериментировать и с апельсиновым соком тоже интересно должно получиться теперь нам нужно сахара 45 грамм сахара это примерно одна ложка с горкой сахара теперь нам нужно соль теперь нам нужно масло оливковое любое но я честно говоря делала и с растительным две ложки масла мне нужна одна ложка бальзамика обязательно бальзамик тоже любой какой вам нравится если его нет то возьмите соевый соус начинаем размешивать и добавляем специи те которые вам нравятся у меня это специи для грузинских блюд очень хорошо подходят именно для мяса полторы примерно столовые ложки сейчас нам нужно чтобы вот это все растворилось и мы продолжим когда все растворится пожалуйста попробуйте марина я попробовала и мне показалось что у меня немножко меньше соли чем мне хочется поэтому соль я добавила марина должен быть на вкус должен чувствоваться и кислота и соль и немножко сахара и конечно же специи теперь мы начинаем собирать закуску мясного выкладывая слоями мясо выкладывается с очень хорошо держит форму но вот примерно такой толщины до эти это примерно 0507 миллиметра теперь пришло время лука сейчас я покажу лук он нарезан так вот это лишнее нарезан полукольцами и кольцами я выкладываю лук тоже слоем он хочет очень хорошо промаринуется в этой заправке будет хрустящим и ароматным выкладываем следующий слой мяса и опять слой лука здесь у меня нарезана одна очень и очень большая луковица прямо луковица гигант видите лука достаточно много остаток мяса поэтому я его кладу щедро и наверху должен быть конечно же тоже лук если вам лука много такое количество возьмите поменьше ну это можно отрегулировать еще в процессе подачи теперь мы должны залить вот эту приготовленную конструкцию залить маринадом заливаем маринад не должен выступать и покрывать сверху мясо потому что мы сделаем как мы сейчас вот этот вот мясо с маринадом накроем крышкой и отправим в холодильник холодильнике нужно мариноваться не меньше четырех часов но за это время за эти четыре часа нужно будет несколько раз аккуратно перемешать прошло 4 часа кстати это может быть и больше это может быть и 6 часов и 8 но не рекомендую держать сутки потому что нужно дальше заправлять но на самом деле вкус вот появляется после четырех часов и что я сюда должна добавить я должна добавить мелко рубленую зелень у меня это кинза и перец чили один стручок мелко мелко нарезанный если вы не любите кинзу добавляйте петрушку или укроп если вы не любите острое или например конкретно перец чили для вас острый вы можете добавить болгарский перец потому что у перчика тут еще двойная функция будет еще украшать наше блюдо поэтому она вполне вас уж ты такой запах вообще вообще просто супер и специями пахнет и луком пахнет хотя нет луком уже не пахнет лук у нас промериновался и стал очень-очень хрустящий вот но пахнет кинзой потрясающе маринад у нас практически весь впитался в мясо почему я говорила что его не должно быть очень много то есть мясо не должно плавать то есть все особо по себе по маринуется вот и у нас получилось замечательное великолепное блюдо я всем советую она понравится абсолютно всем вашим гостям вам тоже больше всего она нравится мужчинам потому что как мужчины предпочитают мясные блюда и закуски это может быть как салат это может быть как закуска это может быть как замена шашлыку и я довольно часто его готовлю очень-очень люблю и советую вам тоже всем приятного аппетита если понравилось оставайтесь на нашем канале подписывайтесь у нас канал про цветочки но каждые выходные у нас кулинарные быстро очень быстро проверенные рецепты ставьте палец вверх или палец вниз если вам что-то не понравилось и оставляйте комментарии мне очень интересно что вы думаете про вот этот ролик и про это блюдо с вами была анжелика пока пока